Вторая встреча городского головы Олега Осачева с жителями Керчи состоялась в районе Оршинцево во дворце культуры Корабел. Желающих задать вопрос мэру было немало. Со стороны госадминистрации присутствовали сотрудники исполкома, заместители первого руководителя. В самом начале продемонстрировали фильм, в котором шла речь о том, как изменился этот район за 15 лет. После директор коммунального предприятия Оршинцево Рустем Баженко выступил с докладом о проведенной работе. Он, к сожалению, отметил, что несмотря на усилия городской власти, направленные на благоустройство района, многие местные жители продолжают недобросовестно относиться к результатам чужого труда. Ломают только установленные мусорные урны, обновленные детские площадки и другие элементы благоустройства. Мэру в этот вечер задавали много наболевших, требующих решения вопросов. Это будни украинских городов. Проблемы с водоснабжением, изношенными коммуникациями, дорогами, тротуарами и открытыми канализационными люками. Интересовались насущным. 91-летний житель дома номер 5 по улице Холмогорска сетовал на освещение. Зимой, по словам Керчанина, пожилому человеку ходить опасно. Темнеет рано, а фонари не горят. Олег Асачий, начальнику предприятия Горсвета Сергею Гаре на решение этой проблемы дал две недели. Достаточно вопросов было и по неоригинальному для города вопросу. Отоплению жительница улицы Петра Дейкала уже не в силах бороться с этой бедой. В зимние холода в ее квартире столбик термометра опускался до 4 градусов ниже нуля. Мы не снимали ни варенки, ни куфайки. Вот так мы жили. Я пока на улице тепло, я платила еще немного. А потом уже бросила платить. За что платить? Директор коммунального предприятия Оршинцева заявил, что жалоб по поводу того, что в комнатах была минусовая температура, не поступало. Городской голова обещал разобраться с вопиющей несправедливостью. Завтра придут к вам и будут разбираться. Вообще это безобразие полнейшее. Массу вопросов было задано по ремонту кровель домов от жителей с разных улиц. Люди устали от постоянных водопадов с потолка и стен. Сколько можно ждать? Это ужас один. Как дождь, так у меня потоп в коридоре, там где щиток. Мы там... А в квартире я бедра подставляю. Первый руководитель города отметил, что в Симферополе управлением капитального строительства Совета министров Крыма проведен тендер на ремонт кровель в Керчи. На это выделено 24 миллиона гривен. И в этом году уже начнется ремонт кровель и продолжится в 2014 году. Мы долго добивались этого вопроса в течение двух с половиной лет. Но я думаю, что этот вопрос разрешится. Все темы, поднятые на встречу, не остались без внимания мэра. Несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются местные жители, они не забывали и благодарить городского голову за немалую уже проделанную работу в Керчи. Благодарить вас за парк пионеров, за то, что отремонтирован, сделан. Пенсионеры могут гулять, сидеть на лавочках. В перспективе у городского руководства запланирована реконструкция 9-го квартала района Оршинцево в районе управления ЖРК. Смотрите продолжение в 2.100. Продолжение следует...